Спортивный скандал разгорелся в городской администрации. Ссоры с зала вынесли тренеры и родители 9-й спортивной школы, которые выразили недоверие новому руководителю комитета по физической культуре и спорту Олегу Дашину. Управленец, пришедший на смену Ирине Смысловой, в отличие от своей предшественницы, отдал предпочтение батутам, а федерациям каратэ и гимнастики предложил потесниться. Позже в интернете появилась аудиозапись. Конечно, если не хотелось бы, так скажем, дальше пострять эту ситуацию, но если вы примите решение, конечно, идти на митинг, тогда будут приняты решения, чтобы, ну, так скажем, в 9-й школе поменять руководство и тренировки составить. Как утверждают авторы, на записи голос заместителя главы города Иванова Владимира Синицына. Обнародовав аудиофайл, от решения собраться на митинг у стен городской мэрии, руководство секций и родители воспитанников не отказались. Несколькими часами ранее запланированной акцией протеста чиновники организовали свое вече. В актовом зале администрации собрали представителей спортивной общественности региона, ветеранов спорта, заслуженных тренеров. Главные персонажи скандала – Олег Дашин и руководитель бунтующей 9-й спортшколы Марина Шпехт – также не оставили мероприятия без внимания. Действительно, митинг этот законит, но игнорируется наше общественное мнение спортивного сообщества, которое сегодня есть в городе Иванове. Поэтому сегодня вот это собрание, мы надеемся, что оно выработает свое отношение к происходящему, и мы все-таки вернемся за стол переговоров для того, чтобы решить те проблемы, которые сегодня есть. Как оказалось, страсти в 9-й спортшколе кипят нешуточные. Отношения между руководителями федерации, вынужденных существовать на одной территории, накалились давно. С чего все началось, с личной неприязни или претензий на профессиональной почве, доподлинно неизвестно. Да и неважно. Действительно, данные взаимоотношения всегда носили сложный характер, иногда переходящий в конфликт, но всегда мы находили до последнего момента разумное решение, и компромисс был достигнут до последнего времени, когда все три федерации, работая на одной площадке 9-й спортивной школы, пускай может быть не в полном объеме, не совсем так, как бы хотелось, но они продолжали заниматься. При прежнем руководстве спорткомитета в почете были гимнастки. Батутистам оставалось лишь 15% времени и места. С приходом к власти Дашина приоритеты поменялись. С федерациями каратэ и гимнастики не продлили контракт на аренду муниципального спорткомплекса. Вы как тренер и как директора есть в спортивной школе, хорошо подумайте, если в вашей спортивной школе, вашим спортсменам предлагают уйти в другую спортивную школу или в любое другое помещение, да, впустить туда другую спортивную школу, как отреагируете вы на то, что ваш спортсмен, ваша спортивная школа лишает того, что есть в их спортивной школе, для того, чтобы занималась другая спортивная школа. Чужой среди своих оказалась Марина Шпехт. Из-за позиции руководителю спорткомитета на собрании кроме нее больше никого не было. Потому речи непонимания между федерациями и предвзятом отношении нового чиновника от спорта отклик от коллег по Ивановскому спорту не получила. В ответ на такую реакцию публики экс-гимнастка, ныне руководитель девятой спортшколы, демонстративно покинула зал. Этот факт возмутил собравшихся еще больше. Если говорить военным языком, то началась гражданская война. Если говорить языком бизнеса, то начался рейдерский заход в территории площадей данного спортивного комплекса. Потому что, как в гражданской войне, свои бьются со своими. Вот там получилось так. Одни спортсмены бьются с другими спортсменами за то, чтобы обладать площадями и возможностями тренироваться. Понятно, что их не хватает. Но на сегодняшний день ситуация сложилась таким образом, что по факту этого спортивного сооружения я могу ошибиться в каких-то пропорциях. Например, скажу так, что 15% места и времени принадлежит батуту, который работает на достаточно высоком уровне. И, по крайней мере, на сегодняшний день в спортивном плане подготовки они намного выше, чем отделение художественной гимнастики девятой школы. А наши должности вместе со своими каратистами занимают примерно 85% как площадей, так и времени. Если, допустим, оставить прежний комитет, значит оставить прежнюю комитет. Если она, значит, дальше девочки лишаются всего то, что они имеют. Спорту, я думаю, что он должен принадлежать чисто, допустим, спорту. И везде и всюду должна быть определенная конкуренция, активная конкуренция. Там устроили митинг, что вот детей выгоняют и так далее, да дети там никакого отношения не имеют. Понимаете? Просто единственное, что дети становятся заложниками этих людей. Один за другим в поддержку Олега Дашина высказались руководители крупнейших спортивных федераций региона. Человек, свой из детства, он связан с спортом. Он занимал спортом. То есть все люди, кто здесь сидят, я думаю, все с ним на месте личный контакт, отношения. То есть он просто там руководитель, да, он на самом деле болеет за этот самым федерат, за спорт. Как бы решает эти проблемы. То есть человек мудрый, организатор, правильно, принципиально все вопросы решает. Поэтому я даже не думал, что мы должны обсуждать эту конкуренцию на месяц, человек или нет. Николай Белоусов и весь спорткомплекс автокрана недавно оказались в той же ситуации, что и гимнастки. Спортшколу решили передать ДСААФ для сдачи норм ГТО. И Олег Дашин в этой ситуации сыграл роль не злодея, а заступника и спасителя. Олег Николаевич нам пообещал содействие в решении этого вопроса и участие. И тогда я понял, что к этому человеку можно приходить с проблемами и со своими вопросами. Итог собрания. Олега Дашина поддержали ветераны спорта и представители более чем 30 спортивных федераций. Также коллективно было принято решение наказать руководство 9-й спортшколы за разжигание конфликта между федерациями и придание ему, цитата, митингово-политической окраски. Руководитель США номер 9 замыли строгие методы секретарного воздействия, вплоть до расслеживания фроновых контрактов. То, что сегодня произошло. Получается, угрозы голоса с аудиозаписи уже воплощаются в жизнь. А между прочим, сама тема угроз родителям и тренером в ходе собрания спортивного сообщества не поднималась. Когда страсти внутри мэрии поутихли и сторонники руководителя спорткомитета разошлись, под окнами администрации собрались его оппоненты. Тренеры, воспитанники 9-й спортшколы и неравнодушные родители пришли на митинг. Им терять уже нечего. Более ста человек собрались на площади революции, чтобы быть услышанными властью. Высказаться за наших детей мы просто были обязаны. И я не понимаю, каким образом могли на нас повлиять вот эти угрозы, когда мы здесь собрались. Не ради себя, не ради каких-то денег, как я много читал на сайтах, что там какая-то секта все зарабатывает. А мы вышли за наших детей. Наши тренера занимаются с нашими детьми так, что я считаю, что не каждый отец так занимается своим сыном. Поэтому меня просто возмущает эта ситуация. Я не мог сюда не прийти и не высказать свою точку зрения. А что касается угрозы увольнения, с этим предстоит разобраться в областной прокуратуре. Депутат регионального парламента Дмитрий Шилякин уже направил в надзорный орган соответствующий запрос. В конце концов, это надо себя уважать и уважать этих людей, потому что это никак не частная лавочка. Это администрация. И работа-то она должна для людей и на благо их. Они для себя, они занимаются там кумовством и прочими делами. Также прокурорскую проверку в отношении чиновников городской мэрии инициировали в Ленинской районной прокуратуре. Этот скандал, как бы он ни разрешился, останется пятном в Ивановской истории. Примером того, что бывает, когда спортивный азарт выходит за пределы тренировочных залов. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.